В очередной раз может показаться, что совершенство уже достигнуто. И если на функции Fib2, то на ее улучшенной версии с использованием декораторов Mema и LRU Cache точно можно остановиться. Чтобы разбедить себя в этом, давайте попробуем вычислить Fib1, декорированную с помощью Mema, от действительно большого аргумента. Ну, например, вычислим восьмитысячное число Fibonacci. Итак, Fib1 от восьми тысяч. Мы видим ошибку. Причина ошибки заключается в том, что в языке Python рекурсивным функциям не разрешается вызывать себя рекурсивным до бесконечности. То есть функция может сделать не более, чем фиксированное число рекурсивных вызовов. Как только мы превышаем это число, мы видим ошибку, которая сейчас на экране. Чтобы решить эту проблему, напишем функцию Fib3, использующую итерацию вместо рекурсии. Функция Fib3 от N. N это все еще номер числа Fibonacci, должен быть неотристательным. Как работает Fib3? Fib3 поддерживает две переменных F0 и F1. Это два предыдущих числа Fibonacci, которые мы инициализируем нулем и единицей. Соответственно, нулевое и первое число. Дальше, N-1 раз мы сдвигаем наши числа на 1, ну то есть считаем следующее число Fibonacci. Как мы это делаем? В F0 мы пишем текущий F1, но в F1 сумма двух предыдущих чисел. В качестве результата возвращаем F1. Это и будет N-2 число Fibonacci. Проверим, что Fib3 от 8 это 21. Все хорошо. Ну и попробуем вычислить восьмитысячное число, которое нам не удалось вычислить с помощью Fib1 декоратора MIMO. Восьмитысячное число Fibonacci перед вами. Размер у него внушительный, но считается оно сильно быстрее. По крайней мере, мы можем его вычислить в отличие от версии с Fib1. Продолжение следует...